Андрей Владимирович, теперь мы с бумажной формой полностью перешли на электронную, как я понимаю. Насколько это экономит время и бюджетные деньги, потому что бумаги это все-таки деньги? Этот процесс, он облегчил и работу нам, то есть бумаги меньше возить, соответственно, облегчило работу МФЦ, потому что вся логистика лежала на них, это, соответственно, деньги государственные затрачиваются, ну, естественно, на бензин, на транспортные средства и так далее, и так далее. Документы сканируются в многофункциональных центрах, и по каналам связи, по электронам, они сразу поступают к нам. Естественно, что в связи с тем, что бумага к нам не едет, она остается у заявителя, ее даже в МФЦ не забирают, то есть ее отсканировали и отдали назад. Изменился порядок удостоверения некоторых сделок и, соответственно, прав. То есть, если раньше на сделках таких, допустим, как договор долевого участия в строительстве, ставился штамп на договоре и выписка сама из Единого государственного реестра недвижимости не выдавалась, то сейчас на самом договоре никаких отметок не делается, но выдается соответствующая выписка о том, что этот договор зарегистрирован. Эта выписка формируется у нас, она по электронному каналу связи поступает в МФЦ, там ее распечатывают, соответственно, специалист МФЦ ее удостоверяет и выдает на руки заявителя. Какие категории дела Росреестр уже регистрирует в электронном виде и за какое время граждане получают результат? В электронном виде Росреестр в настоящий момент регистрирует все виды сделок, то есть имеется возможность всех видов сделок, любых сделок, прав, ограничений, обременений. У нас единственный бумажный документ остался, который к нам поступает, это банковская закладная. Но, опять же, вот буквально вчера был открытый диалог с банковским сообществом, проводил Росреестр в Центральном аппарате в Москве, и там вопрос поднимался, что законодательно тоже перевести банковскую закладную в электронный вид и ее, так скажем, тоже не возить. Сроки здесь, ну, есть некоторые разные, но, допустим, все нотариальные сделки регистрируются за 24 часа. А, значит, все ипотечные сделки, поданные в электронном виде через банки, они регистрируются за 24 часа. Правительством Российской Федерации, в частности, вице-премьером Хуснулиным, поставлена задача к концу года сроки довести по бытовой недвижимости. Ну, к бытовой недвижимости относятся квартиры, жилые дома, хозяйственные постройки. То есть то, что предназначено для жизни и быта граждан, также осуществлять государственную регистрацию и кадастровый учет за 24 часа. Поставленные правительством задачи наш региональный Росреестр выполняет в полном объеме? Во-первых, есть несколько национальных программ. Основная программа национальная – это национальная система пространственных данных, в рамках которой и частота реестра, и сроки, о которых мы перед этим с вами говорили. Очень важный показатель – это количество приостановлений отказов по обращениям. И там очень маленькие цифры. И я больше того скажу, что мы не только выполняем эти цифры, процент приостановления отказов у нас ниже контрольных значений в 2-2,5 раза. Это очень серьезная работа проводится. Это надо успевать в те сроки, которые я озвучивал, что где-то 24 часа, если с документами что-то неправильно, нам нужно успеть связаться с заявителем, с ним это откорректировать, и соответственно не доводить дело до приостановления.